Академия Академия Исследование 20-го квартала Херсонесского городища ведётся с перерывами 70-х годов. Работу возобновили в 2014-м. Уже третий год подряд здесь трудятся учёные Государственного Эрмитажа. В 2016-м в экспозиции приняли участие 30 человек. Среди них художники, реставраторы и рабочие. В 2016-м учёные вскрыли слои римского и ленистического времени. Все найденные объекты датируются II веком до н.э. В центре внимания подвал, вырубленный в скале. По словам специалистов, он находится в обычной усадьбе, но засыпан грунтом из богатой постройки. При раскопках объекта были обнаружены редкие античные артефакты – терракота со следами красочного слоя, монеты, роскошная столовая посуда. Сотрудники национального заповедника рассказали о планах. К 2018 году построить в Севастополе фонда-хранилище. Предположительно, оно будет размещаться в районе бухты Омега. Сейчас стадия проектирования. После утверждения проекта и выделения финансирования начнётся строительство. Что же касается новых находок, сейчас их будут тщательно изучать и анализировать. Артефакты необходимо описать и систематизировать, составить отчёты. После части из них займёт достойное место в экспозиции музея. Елена Корнухова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Светлана Евгеньевна, подобные находки – это, можно сказать, очень частое явление. И всё-таки, как давно вообще сотрудничаете с Эрмитажем? Ну, если совсем заглубляться в историю, то можно сказать, что работа с Эрмитажем уходит в далёкие 30-е годы. Относительно этой конкретной экспедиции, то здесь Надежда Юрьевна работает третий год. Как только Херсонес стал частью, так сказать, Федерального музея-заповедника. Надежда Юрьевна, расскажите немного об этих раскопках и насколько вообще это сложный процесс. Насколько я знаю, работали и в летом, и в жару, и сейчас уже прохладно. Продолжаете работать? Да, действительно, наша экспедиция работает третий год. Раскопы находятся в самом центре экспедиционных площадей Херсонеса на северном берегу между 10 и 11 поперечными улицами. Это участок, который мы исследуем, называется 20-й квартал. Здесь была уже исследована в 80-е годы усадьба 13 века. Вероятно, в этой усадьбе жил какой-то человек, связанный с церковью. Там было найдено много церковных предметов. А до того, как возникла эта усадьба, на этом месте тоже существовали постройки. Существовали они достаточно долго. Мы видим и слои 10-го, 9-го веков до нашей эры, и слои римского времени. Но в этом году мы вскрывали подвал, который датируется 2-м веком до нашей эры. Это засыпь подвала, когда он уже перестал существовать. Интересно отметить то, что все находки, которые там были найдены, как уже было сказано в сюжете, прежде находились в какой-то очень богатой постройке. Или в святилище, или в каком-то храмовом комплексе. Как бы в этом, конечно, говорится, очень богатая фресковая роспись. Кроме того, те предметы, которые встречались в заполнении этой постройки, тоже интересны. Костяную флейту все тоже видели в сюжете. Очень дорогая столовая посуда. Нам очень интересно граффити, который мы обнаружили. Граффити с надписью «Гейрон священный». Таракотовые статуэтки, вативный хлеб. Все это указывает на то, что в каком-то засыпь, который был сделан в этом подвале, прежде эти вещи находились в каком-то богатом, возможно, культовом сооружении. Действительно, очень интересно. И, как сказали в сюжете, нашли 50 коробок. Точнее, собрали 50 коробок. Это огромная работа проделана. Конечно, работают у нас около 30 человек. Есть ребята, которые работают на Роскопе, наши рабочие. Но кроме непосредственно землекопов, у нас есть реставраторы, которые мы приглашаем в государственном Эрмитаже. В этом году у нас работали сотрудники лаборатории реставрации цветного камня. И как раз так случайно получилось, что работы по сохранению и закреплению штукатурки – это их основная специальность. Мы не знали, что у нас так получится. Вот просто мы когда договаривались, кто с нами поедет, поехали к нам в реставратор по работе с камнем. У нас есть художники, которые фиксируют все находки. У нас работают два чертежника. Специалист, который работает на геодезическом приборе, на тахеометре. Все находки мы не просто выкапываем, мы их фиксируем, отмечаем, записываем по слоям, для того, чтобы потом создать реконструкцию того, как выглядел этот участок в разные исторические периоды. Ну, какая-то обработка проводится для того, чтобы сохранить, скажем, состояние? Или вот эта работа, про которую вы сказали, а далее? Обработка материалов для того, чтобы сохранить их уже для музейного хранения, проводится в два этапа. Первичную обработку делают реставраторы государственного Эрмитажа, когда находки достают из земли, и их нужно сохранить, чтобы они не разрушились. Если мы находим кость, это одни приемы реставрации. Если мы находим краску, ее, например, ни в коем случае нельзя мыть. Если мы находим бронзовые изделия, у них совершенно другие принципы хранения. Поэтому наши реставраторы должны следить за тем, чтобы все находки получили правильные принципы хранения до тех пор, пока они не перейдут в фонды Херсонского музея. И дальше уже в самом музее есть своя лаборатория, которая получает эти находки, и в зависимости от необходимости их реставрируют, создают им необходимые климатические условия, потому что очень многое зависит, конечно, не только от того, как их очистить, но и от того, как потом их хранить. Ну вот, Светлана Евгеньевна, можете добавить по поводу, куда идут дальше находки? Надо сказать, что при той активной археологической деятельности, которую ведет Херсонский музей-заповедник, а ведь мы и сами копаем, и в этом году только от Эрмитажа было две экспозиции, то, естественно, возникает вопрос, а куда же это все потом? И сегодня проблема фонда хранилища – это приоритетная задача номер один для Херсонеса. Дело в том, что сегодня, надо честно сказать, что у нас нет таких фонда хранилищ, которые бы обеспечили нужный температурно-влажностный режим для каждой категории экспонатов. Правильное хранение, нужны специализированные стеллажи, специальные коробки. И мы очень надеемся, что в районе Омега-2, недалее, как вчера, в городском совете рассматривался первый раз проект фонда хранилища, как раз обсуждалась проблема этого строительства. И если все будет идти так, как мы надеемся, то к 2018 году такое фонда хранилища появится. Надо сказать, что можно по пальцам пересчитать музеи России, которые имеют специализированные фонда хранилища для своих коллекций. И если Херсоновскому музею удастся дойти до финиша, то значение этого события трудно переоценить. И более того, мы бы хотели, чтобы это фонда хранилища было не просто реликварием, местом хранения того, что найдено, а чтобы это был некий, ну скажем так, образовательный музейный центр. Мы очень надеемся, что в этом районе, где очень много жилых домов, появится такой центр музейный, куда смогут приходить школьники. А лучше всего к музею приучать с самых детских лет, чтобы человек рос вместе с музеем, где наши хранители коллекции, реставраторы и специалисты могут каждую вещь раскрыть, рассказать тайну его происхождения. Ведь за каждой вещью лежит исторический пласт и обязательно чья-то история. И когда вы берете в руку маленькую, изящную женскую головку, то можно представить, что когда-то ее сделал мастер, и это была ручка какого-то совсуда, графина, какой-то маленькой посудины. А вдруг это изображение любимой женщины, любимой девушки или сестры. То есть это совершенно необыкновенный мир. И только от археолога зависит, как он расшифрует то, что он нашел, и как потом это будет представлено людям. Самые интересные вещи, которые находятся в раскопках, конечно, найдут место в наших экспозиционных пространствах. Вот флейт тут две уже выставлены, а вот в фондах ни одной. Вещи должны отдыхать. Может быть, это будет смена вещей. Какое-то время вещь находится в хранилище в нужном режиме, какое-то время она выходит в экспозиционное пространство. Вот примерно так. Ну, действительно, интересно, когда можно не только знать какие-то исторические факты, а можно еще и дотронуться до них и прочувствовать все эти моменты еще прошлых веков. А что касается раскопок сейчас, они еще будут продолжаться, фондахранилища, дай бог, надеемся, что действительно его построят, это будет великое событие. А по раскопкам сейчас, вот насколько люди не отвлекают вас от раскопок, потому что там же и туристы ходят? — Конечно, поскольку наш раскопок находится в точке завершения всех экскурсионных маршрутов, то все экскурсионные группы заканчивают обзорную экскурсию на том месте, где находится сейчас наш раскопок. Поскольку мы сами работаем в музее, то мы привыкли к большому потоку туристов. И, конечно, мы понимаем, что у них есть живой интерес. Если люди пришли на экскурсию, это уже хорошо. Если они что-то у нас спрашивают, какие-то хотят пояснения, если все это происходит в вежливой форме, то мы всегда рады им ответить. Мы готовы что-то рассказать, показать, разрешаем посмотреть, как мы работаем. Все очень любят сфотографироваться. И это неплохо, потому что таким образом проявляется диалог между нашей наукой, когда мы копаем для того, чтобы писать научные работы, восстанавливать жизнь городища, восстанавливать историю, хронологическую канву. И в этот же период включаются и люди, которые проходят рядом. Они уже пришли посмотреть на то, что сделано. Сделано было за больше чем 100 лет раскопок Херсонеса. Вот здесь как раз тоже происходит такой живой момент в создании этой истории. Поэтому мы никогда не препятствуем. Туристы нам не мешают. Главное, чтобы все соблюдали технику безопасности, стояли подальше от борта раскопа. Но мы всех предупреждаем. Так что можно сказать, что мы рады. И все же туристы должны понимать, насколько это тяжелый труд. Не просто как прийти посмотреть, порадоваться, а насколько тяжелая работа проделывается, о которой вы сейчас и говорите. Работа, конечно, тяжелая. Работаем мы и на жаре. Начинаем пораньше, чтобы было копать не так жарко. Иногда попадаются очень большие, массивные, тяжелые блоки, которые нужно вынимать из раскопа. Иногда мы справляемся с собственными силами. В некоторых случаях приходится использовать лебедку. Иногда даже используют краны. В этом году у нас такого не было. Но, в принципе, техника строительная иногда даже применяется на раскопку, потому что блоки не сдвигаются под обычной силой рабочих. Не каждый может сдвинуть с места, даже если несколько человек. Есть специальные приемы, как перекидывают блоки, перетаскивают, вытаскивают их из ям. Но это не каждый день происходит. Конечно, обычная работа, когда работают лопатой, киркой, а когда доходят до какого-то значимого объекта, то начинается уже более подробный разбор. Мастерками проводят зачистные работы. Всегда проводят фотофиксацию того, что происходит на раскопе, для того, чтобы и зафиксировать процесс раскопок, и потом использовать это в научной работе. Очень важно, как была вещь найдена, как она лежала, в каком слое, что ее окружало, какие были соседствующие с ней находки. Поэтому все это можно посмотреть практически. Мы поздравляем вас с этими находками и желаем вам, чтобы в будущем их было больше, более интересных и вообще успехов в работе. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Это была программа «В контекст». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин